сразу прошу прощения если будет шумно довольно сильный ветер хоть солнечно и жарко погода все таки женского рода поэтому как и у женщин бывают перемены в характере ну да надеюсь будет все нормально сегодня тест травматического револьвера наган привет народ а я прежде чем начну стрелковый тест хочу сказать слова благодарности воинторг прапорщик всем довольно известный уже оружейный магазин довольно лояльный за что им огромное спасибо помимо самого устройства они предоставляли также некоторые патроны для проведения теста также слова благодарности хочу выразить тюнинговой мастерской тег кастомс само собой в такую жаркую погоду нельзя не упомянуть фирму кромотан которая предоставила футболки для ведущего в этом видео и очень ощутимое и немаловажное нововведение о котором вы многие давно просили это наличие хронографа в сегодняшнем тесте за что огромная просто благодарность демону еще раз спасибо надеюсь не последний раз меня выручаешь но ребята кто хочет помочь мне в приобретении моего личного хронографа для проведения тестов все реквизиты будут в описании об этом у кого подгорает мы поговорим в отдельном видео в общем на тесте сегодня киевский патрон ведь патроны с а9 от safari arms патроны hunter arms из киева сары немного у меня есть рысь тоже немного осталось сова п зеленая и сова п более поздняя красная также немного самокрутов с белой пули я не буду большое количество отстреливать я по несколько штучек буквально по три штуки буду заряжать и отстреливать все это дело в хронограф и потом посмотрим результаты рядом с показанием хронографа примерно постараюсь высчитать потому что математик из меня тот еще примерно высчитать какая мощность у каждого из патронов ну и само собой в конструкции этого револьвера на столе потом его более подробно еще посмотрим возможно а может и нет я не знаю в общем начинаем тест я по три патрона буду заряжать каждого вид традиционно тут конечно без каких-либо обоим рамок для удержания более удобного открываем револьвер и убрасываем туда несколько патронов а именно три штучки закрываем и вот у нас револьвер готов к стрельбе хронограф где-то полтора около двух метров от меня стоит и до мишени там дсп-шка порядка получается семи семи с половиной метров уже так что пробуем на таком расстоянии я наверно поспешил не знаю удастся ли хронографу считать данное с такой скоростью и мне кстати в ухо прилетела вот в левое что-то вылетело то ли из-под ствола или из-за из-под барабана так ну я понял гильзы сами так не будут выбрасываться придется работать таким вот образом ого поддувает гильзы довольно сильно да нужно приловчиться иначе можно так пока будешь перезаряжаться 250 раз отгребешь кусок резины остался пролез сюда кстати в камеру барабану да ты посмотри что же это за шумпал такой ого ого туго лезет пришлось взять инструментик потому что ну шумпал недееспособный честно говоря патроны вид довольно сильно поддувает в каморах нагану давайте попробуем с а9 дает с а 9 тоже три штучки пробуем вкидываем камеры тут резина поставалась и и по поснимала вот так резину ну как я говорил что здесь проточки сделаны именно под патрон пистолетный и до определенного момента получается скусывается часть резины в самой камере еще до входа в ствол ну пробуем дальше патроны с а9 и кстати очень низит револьвер поэтому я думаю нужно мушку спиливать да тут я промахнулся конечно нужно чуть повыше мушку поднимать она перекрывает всю мишеньку на 9 хронограф успевает ох сколько дыма что это так шипит дильзочки с вашего позволения я буду кстати с а9 смотрите как хорошо выходит одна ушла вторая чуть сложнее но тоже ушла полегче и третье как с а9 отстрелялись далее hunter arms киев новенькая пачечка ну давайте три штуки hunter arms как есть не ходят не отходя от кассы дальше пробуем все легко чуть сложнее резину тоже обрезала и последний третий hunter arms тоже довольно легко далее сара я и сара добропара тоже три штучки но вы видите смысла больше как бы нету наверное по 5 нам стрелять и так далее а здесь патрон как-то натужно лезет в камеру барабана подожмется ли он теперь так запомните второй патрон средний он не полностью в барабан вошел и это видно но сейчас попробуем нет не попробуем нужно поставить куда надо и так патроны сара он даже взводится хуже но выстрелил есть сара отстрелялась легко изи легко так сара отстрелялась ну что пробуем рысь и у меня немного к сожалению какая-то партия не могу сказать но довольно старая рысь да рысь все правильно так патроны рысь стоп тут что-то где-то промазал по моему перекрутил а вот третий патрон почему-то проскакивает не хочет становиться в на свое место и не крутится барабан он резина повылазила под сам барабан уже так это второй о наконец-то взвелся то не хотел взводиться третий изымаем стреляные гильзы легко вышел под застрял туго идет и последний тоже в каморах остатки резины по оставались поэтому есть нюанс вот из-за этого может и подглючивать и дымить ну давай еще нужно три вида патрон отстрелять ну давайте вне конкурса возьмем самокрутов с белой пули она вкусная оставим сову которую как известно многие говорят что это самый мощный патрон сейчас попробуем проверить так хронограф работает еще итак самокрут с белой эластичной пулей смотрим на экстракцию гильз легко вообще сами выпадают вот здесь видно остатки пороха кого-то из кого это было не совсем понятно конечно ну и теперь у нас на очереди сова сначала зеленую попробуем это довольно старые патроны мне сказали лежали где-то кстати непонятно почему шары два серых один черный ну-ка что у нас здесь сова п сова пы такое ощущение что они подкрашены а как это в одной могут быть такие разные патроны давайте я возьму только серых черных я брать не буду возьмем серую сову вот они и снаряжаем наш наган раз два и три так готов сова пы зеленая старая опять прокрутил лишний оборот сам механизм у эсэма немножко вот видите но опять прокрутился о стал что-то ему тут не нравится не до конца вошла гильза вот взвелся непонятно сколько же раз они все выстрелили оказывается я тут играюсь непонятно почему да конечно перезарядка это не конек револьверов к сожалению но то что можно с собой нести гильзы это конечно другой вопрос и сова п красная более поздняя это по моему то ли после нового года партия было что-то около того кстати это мои призовые патроны я их выиграл в конкурсе отработали а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, к сожалению, то, что я обещал сюрприз в конце видео, не получится, скорее всего. Вернее, не скорее всего, а не получается. Хотел показать вам один прикол. Думал сам, что получится, но не получается. В силу специфики конструкции нагана. Поэтому, давайте, наберитесь терпения и дождитесь этого эксперимента в следующем видео, когда я буду делать тест по травматическому револьверу ВИА. Надеюсь, там этот сюрприз все-таки получится вам показать. Ну, а кто, кстати, догадался, пишите в комментариях, что я хотел попробовать. Призов обещать, пожалуй, не буду, потому что нехорошая эта практика. Начинаются обвинения какие-то. В общем, на этом все. Так что, как всегда, подписывайтесь, делитесь ссылками на видео на канал, заходите на страницу в Фейсбуке, заходите на канал в Телеграм, в чат для обсуждений. Ну, а кто хочет помочь развитию моему каналу, все реквизиты правильно в описании под видео. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Пока, до новых встреч. Счастливо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...